Друзья, привет! Меня зовут Юлия Гензина. Вы смотрите мой канал, который посвящен интерьерному вязанию. Моя подписчица Елена написала мне в телеграм. Я такие вопросы всегда приветствую, в общем, я приветствую любые вопросы по курсам. У нее возник вопрос про курс по мозаичной снежинки. Мы сейчас занимаемся с вами мозаичной снежинкой в том числе, и там в курсе есть схема вот такой центровой снежинки. И у Елены вопрос по соединению рядов. Это один из самых частых вопросов центровой мозаики, потому что там действительно есть нюансы. Мы договорились с Еленой, что я провяжу для нее несколько рядов, чтобы показать вот этот нужный момент помедленнее. Ну, я подумала, а чего? Давайте порадуем всех, а не только Елену. И давайте еще раз повторим этот момент соединения в центровой мозаики на примере вот такой вот снежинки. Итак, вот перед нами схема. Начинается все с нулевого ряда. Нулевой ряд это у нас просто волшебное кольцо и провязанные в него столбики. Сейчас мы с вами это и сделаем. Начинаем с волшебного кольца. Если вы проходили уже мой урок по центровой мозаике, то здесь я тоже самое буду делать, просто на примере конкретной вот этой схемы. Набираем в кольцо столбик 2 воздушных, второй столбик 2 воздушных, третий столбик 2 воздушных и завершаем четвертым столбиком. Затягиваем кольцо. Делаем соединительный столбик в первую петлю. Давайте внимательно посмотрим, где она наша первая петля. Значит, наша первая петля, вот ее две половинки, вот они. Делаем накид, вводим крючок под эти две половинки, эти две дольки. Провязываем соединительный наш столбик с накидом и, не довязав его, протягиваем нить нового цвета. Подтягиваю тут немножко. Бросаю первый цвет, дальше будем продолжать вязать вторым цветом. По схеме у нас во втором ряду везде столбики без накида. Соответственно, у нас один столбик в углу, один по стороне и еще один в углу. Вот здесь внимательно начинаем провязывать первый столбик прямо в арку, вот где торчит мой палец, в арку. Эта арка образована как раз нашим соединительным столбиком. То есть мы прямо туда провязываем столбик. Не забудьте здесь подтянуть нить. Дальше на стороне провязываем, вот у нас, то есть вот это все еще соединительный столбик, вот он торчит. Первый столбик ряда, вот, то есть мы за дальнюю стенку провязываем столбик. Следующий в углу столбик, две воздушных столбик, столбик на стороне, вот он, опять в углу столбик, две воздушных столбик. Снова ищем петлю на стороне, в углу столбик, две воздушных столбик, последний столбик на стороне, вот он. И вот здесь внимательно мы должны провязать столбик без накида туда же, откуда у нас выходит первый столбик без накида, то есть вот сюда. Чтобы здесь была вот эта вот красивая их встреча, этих двух столбиков, чтобы этот угол у нас ничем не отличался от предыдущих других. Делаем соединительный столбик, опять же, в первую петлю, подобие дольки и, не довязав, возвращаемся к первому цвету. Вот что у нас получилось. Это мы связали первый ряд, смотрим во втором. Во втором у нас тоже самое, столбики без накида везде. Опять, куда провязываем первый столбик. Ищем эту арку, вот я ее сейчас нащупаю, вот она, вот где там виднеется мой палец. То есть мы вводим крючок ровно под арку, которая образована нашим соединительным столбиком. То есть вот сюда. Провязали первый столбик. Вот здесь торчит, видите, вот это все еще соединительный столбик. В него провязывать ничего не нужно. Нам на этой стороне нужно провязать пять столбиков. Один мы провязали, три должны провязать по стороне. Это будет четыре, и пятый уже будет в углу. Соответственно, где они наши, вот эти три по стороне, да? То есть два в углу и еще три по стороне. Раз, два, и вот третий. Вот он. Но это именно вот этот третий столбик, да? То есть это не соединительный, а вот этот вот третий. То есть провязываем не куда-то сюда и не сюда, а вот в заднюю стенку. Вот он. То есть вот один в углу, три по стороне. Это четыре и пятый столбик в углу. Две воздушных. И делаем на этой стороне то же самое. Один в угол, три по стороне. И еще один в углу. Снова две воздушных, один в углу, три по стороне. И еще один в углу. Две воздушных. И заключительные столбики вяжем по этой стороне. И снова, когда дошли до конца, вводим крючок ровно туда же, куда вводили, начиная этот ряд. Чтобы столбики у нас встретились. И вяжем соединительный столбик в первую петлю. Вводим крючок за обе дольки. И, не довязав чуть-чуть, возвращаемся к предыдущему цвету. Вот такой получается квадрат. Посмотрим дальше. Третий ряд опять у нас везде столбики без накида. Но теперь на стороне уже на каждые семь столбиков. Опять обратим внимание на первый ряд. С ним обычно сложности. Значит, вот у нас соединительный столбик. А вот рядом с ним первый столбик. Вот он провязан тут был. Вот его шапка, крышка. И вот дальняя стенка, которая нам понадобится. То есть не вот эта конструкция вводить будем сюда крючок, а вот сюда. То есть вот первый, второй, третий, четвертый, пятый. Поскольку должно быть на стороне семь, еще два столбика у нас будет в углах. Здесь и в первом углу. Давайте провяжем. Первый столбик ищем опять, где у нас арка. Вот она арка. Провязали, подтянули нить предыдущего цвета. И опять, вот у нас столбик, галка предыдущего столбика. Смотрим, где у нее крышка. Вот она. Она пытается спрятаться под вот этим соединительным столбиком. Не даем ей это сделать. Провязываем в дальнюю стенку. Провязали. Дальше провязываем все остальные столбики на этой стороне. И угловой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот у нас наши семь столбиков. То же самое делаем на каждой следующей стороне. Если сложно находить вот этот вот первый столбик, когда вы его провязываете, вешайте на него маркер. Тогда будет попроще. Вы точно не ошибетесь. Чтобы не было гаданий он, не он. Туда и не туда. Просто провязали первый столбик. Повесьте на него маркер. Лучше прям сразу на крышку. И потом будет понятно, куда тогда вводить крючок. Так, вот мы довязываем в сторону. И опять же, последний столбик в угол. Ровно туда же, куда выводили крючок для провязывания первого столбика. И соединяем. Так. Ахахаха. Отлично. Наконец-то у нас сейчас будет что-то интересное. В четвертом ряду мы провяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. Дальше с накидом. Давайте это сделаем. Снова в угол в арку провязываем первый столбик. Подтягиваем нить. 4 столбика без накида. Вот он у нас первый. 1, 2, 3, 4. В чем моя ошибка? Смотрите. У нас в четвертом ряду 1, 2, 3, 4 столбик. То есть включая угловой. А я провязала 4 по стороне. Поэтому 1 я распускаю. У меня остается вот угловой. 1, 2, 3, 4. И дальше уже я провязываю столбик с накидом. Опускаю его на ряд ниже того же цвета. Провязала. Проверяю себя. Вот у меня здесь было всего 5 столбиков. Соответственно, я должна опустить четко в середину. Значит, справа у меня должно быть 2 перемычки и слева 2 перемычки. Все правильно. Это я так себя контролирую, чтобы убедиться, что я опускаю не с наклоном влево и не с наклоном вправо, а просто прямо. Петлю, которая осталась за столбиком, пропускаю и вяжу оставшиеся 4 столбика на этой стороне. 3 и 4 угловой. 2 воздушных. Тоже самое повторяем на следующей стороне. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом вниз и снова 1, 2, 3 и четвертый угол. 2 воздушных. Всегда смотрите на полотно, сравниваете его со схемой, получается ли тот рисунок, который предполагался. Особенно это актуально для тех, кто любит записывать схемы себе на листочек в виде чисел. Мы с вами, помните, изучали этот момент в одном из предыдущих уроков. И в этом случае, когда вы записываете в виде чисел, вы уже дальше на рисунок перестаете смотреть. И в этом кроется опасность, что вы упустите момент, когда уже начнете увязывать что-нибудь отличающееся от первоначальной идеи. Поэтому время от времени, там каждые 5 рядов, смотрите на полотно и контролируйте то, что у вас получается. Так, последний ряд, 3 петли и 4 ровно туда же вводим крючок, куда вводили для провязывания первого столбика. Так, соединяем ряд, возвращаемся. Вот что у нас получается. Главная проблема у Елены и у многих-многих других из нас была как раз в этом соединительном ряду, что он у Елены отличался от других. Вот он соединительный ряд, да. Вот эти углы отличались от других углов. И мы с ней в переписке предполагали, с чем это может быть связано. Там, с провязыванием соединительного столбика, с провязыванием первого столбика или последнего. То есть, там есть варианты, куда ввести крючок. Если вводим не туда, то нитки начинают здесь перемешиваться и действительно создается такой эффект не очень приятный. Попробуйте по этому видео провязать эти спорные моменты, трудные. Возможно, мои рекомендации вам помогут избежать этих проблем и у вас мозаичные квадраты будут получаться ровными, красивыми и удобными в процессе вязания. Будут вопросы, обращайтесь. Надеюсь, все получится. Приятного вязания. Будьте здоровы! Продолжение следует...